Привет, зритель! Мой уход в май! Ой, блин, его тут дофига. Я что-то всё пытаюсь каждый раз поменьше, поменьше, поменьше. Что-нибудь незаявленного не использую или наоборот, что-то не из заявленного использую. Ну, в итоге, в общем, я тут что-то собрала. А что собралось? У меня тут кошмала всяких масочек. Что-нибудь из них я использую. Ах ты, блин, у меня, оказывается, ещё одна масочка такая, если сидеть, я ещё не использовала. А такая была с кучкой в баночках. Я на неё даже отзыв на арик собираюсь наваять. Ну, в смысле, начала ваять, ещё не доваяла. И тут у меня штуки три ещё масочки. На них я уже ваяла отзыв. Ссылочку... О, будет список ссылочек, наверное, с закреплённым комментом. Как прошлый уход, скорее всего. Ссылочку на эту масочку я оставлю в инфобоксике. Так, с хорошей масочки. Куда-то затонуть этого суда, наверное. Крем никак не закончится. Я его мажу только, когда я вот лапы помыла, куда-то выхожу. А, блин, руки надо помазать. Они влажные, я им пользуюсь. Или вечером перед сном пользуюсь. Иногда утром, там, после сна пользуюсь, после умывания. Короче, это Либрадерн Цараповит от 3+. Есть отзыв на Алике на него. Наверное, ещё где-нибудь я что-то про него писала или говорила. Хороший крем. Углажняет. Единственное, что в своё время я к нему привыкла. И на его два-три раза в день максимум наносить. И как-то это... Забило на руки там. А они стали мне мстить, мстить. И я поняла, что, в принципе, он не настолько панацея, как вот хотелось бы. Короче, вот. Но хороший крем. Так как я сейчас про руки вспомнила, я вспомнила, что они требуют увлажнения. Я забыла их помазать перед тем, как лак заюзать. Сейчас вот помажу. Это кремик из наборчика Рорек, который мне, кажется, дарила Полиночка. У меня такой ещё лежит на кухне. Он не заявлен в уход, но он как бы лежит так. Я чаще этим пользуюсь. Это с милком. В смысле, с молоком. Похоже, у меня с розой лежит в рюкзаке. Когда я езжу куда-нибудь на велике, то по надобности использую. В общем, вот с молоком у меня лежит на тумбочке. Я куда-нибудь иду, его беру и использую. Так, у меня тут молочко для снятия макияжа, да макияжа пробиотическое от Пробиодерм от Багздрав. Я думала, оно закончится, заюзается в пустых баночках, но что-то оно как-то не заюзалось. Может, я в этом месяце как-то мало снимала своё лицо с помадой, больше снимала шорсы, вообще как-то мало снимала. Больше пользовалась каким-нибудь бальзамом для губ, чем помадой. Ну, поэтому оно у меня как-то ещё не закончилось, будет использоваться в следующем месяце. У меня тут два бальзамчика. Это от Леночки из Франции, Терамин, как он, Беларусь. Это Борн Липпи The Body Shop с клубничкой. Я специально для этого блеска купила кисточку, которая была заявлена как кисточка для какого-то гель-лака. Но у меня нет гель-лака, я пользовалась этой кисточкой как шопотов бальзамчик наносить. Что-нибудь классно, он немножко такой оттенок даёт, увлажняет губки, вообще вкусненький такой. Может быть, я просто есть хочу, но он правда вкусненький. Я начала на него писать отзыв на Арики, он пока в черновике. Поэтому ссылочка пока на него не будет. Но зато будет ссылочка вот на этот бальзамчик от ЛБ Силк. Можно купить на Азон. Очень классный бальзамчик с маслом жасмина. И на улицу, когда выходишь на мороз с ним, то он прям ощущается таким парфюмом рядом. Хороший бальзамчик, бездвижной. Я им пользуюсь вообще регулярно. И так дома, если, допустим, кажется, что кожа была сухая, и на ночь иногда его использую, ну и на выход тоже, по большей части его. Вот этот кремик, имаджи, имаджи, фиг знает, китайский, короче. С роликом я его использую. Это крем для области вокруг глаз. Я его использую утром регулярно. После умывалки, тоника и сыворотки. Ну, сыворотка здесь до глаз не доходит. Его использую. Ну, иногда бывает вечером, но чаще всего я его использую утром. Тут такой охлаждающий эффект за счет этих роликов. Единственное, я не догоняю его. Им, наверное, нельзя веки поверх, малость. Только вот эти, по низу. Он мне достался на моем единственном заказе на сайте бьюти-патче год назад. Как подарочек за заказик. Я что-то думала, он дофига стоит, но нашла его на Вайберис, он чуть меньше 200 рублей. Хороший кремик. Я тоже на него начала писать отзыв на Арик, но он все еще в черновичках. А вот на это уже есть отзыв на Арик. Я думала, он будет в пустых баночках, но тут еще что-то осталось. Причем, ну где-то, ну до сюда, чуть меньше четверти, чуть меньше пятой части, фиг знает. Ну, короче, приличненько тут еще осталось. Может на неделю использования хватит. Это LibreDerm Gealur B5 серия Serum с гиалуроновой кислотой. Очень классная сыворотка такая, густенькая. Она похожа на тоник сероповита тоже от LibreDerm. Тот тонер, софтнер, только менее густая. Классная, в общем, умывалка, ну пенка или скрабик, тоник. И вот эта сыворотка, и можно потом, в принципе, по большей части можно не использовать крем-портный. Хорошая штука. Так, я тут решила в роли умывалки использовать вот эта мыльца, которую мне в прошлом году подарила подпишется Леночка. Та, которая в Франции-Беларусь. Это Absolute L'Esovondo. Coco Calendor Marigold или кто-то в этом роде. Что-то там рисовое, еще что-то. Это мылка, которым можно умываться вместо пенки для умывания. У меня, конечно, есть еще и пенка, и скрабик. И даже еще одна пенка есть. Как это вскрыть-то? Ну я что-то тут подумала, а что бы не попробовать. Это мылка. Это мылка. Может мне сегодня вечерком умываться. Короче, цветочно, но, знаете, как цветок вишни от Ифраше, их серия «Утро в саду». Потом цветок апельсина, вот такое что-то. На роли как-то все вместе. Очень прикольная мылка. Вкусно пахнет. Так, а мылка для рук у меня будет то, что мне сестры дарили на Новый год. Я забыла, что они на Новый год дарили. Думаю, что тут открыт. Какая-то фигня новогодняя делать. А это открытка Дед Морозная. На Happy New Year, Happy New Year, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Савандри и Гринти и Лайм Сап. Короче, Сап. А мыла ручной работы, зеленый чай и лайм. Веган. Эк-френдли. Но у меня будет использоваться как просто мыло для рук. Может быть, даже для тела. В мае. Вот, отвалился Дед Мороз. Я даже не знала, что мне тут что-то это Дед Морозовое. Если у меня сзади, то тоже еще уход. Так, я сначала думала, потом думала, потом думала и решила оставить. Короче, просто иногда я его на ночь использую. А иногда бывает, что утром, просто в некоторых местах, что мне не хватает увлажнения. Это Суперфуд Энергия Селфи Лаб серия Зен. Экстра увлажняющий крем для лица день-ночь. Очень классный. Я сегодня как-то не напишу, не допишу на него отзыв на рекоммент. Он у меня висит в черновиках, но я очень сильно постараюсь на этой неделе это совершить. Так же, как отзыв на эту штуку. Это у нас тоже Селфи Лаб. Это крем-гель бустер для кожи вокруг глаз и носогубной зоны. Ну, на самом деле, я ничего не заметила такого вау-вау на троечку. Но он хорошо увлажняет. Просто увлажняющий такой кремик. Никакие морщинки он не убирает нигде. Может, у меня их просто мало. Либо они в таком количестве. Ну, в общем, не знаю. Может, он убирает какие-нибудь супер морщины, делает их менее супер. Здесь у меня ничего такого нет, что надо убирать. Я его выбирала чисто вот, чтобы вот здесь увлажняло. Хорошо увлажняет. Я им пользуюсь и на нижнее, и на верхнее веко. Он на день и на ночь подходит. Очень классненький такой. Гель бустер для кожи. Вокруг глаз и носогубной зоны. 15 грамм. Я на него тоже постараюсь на этой неделе дописать свой отзыв. Это мой самопальный Дезиэкспресс. Сегодня в нём просто вода и масло чайного дерева. Так, вот эти патчи я, может, пару раз только за месяц юзала. Но они у меня стоят очень в удобном месте. И иногда я думаю, что они мне понадобятся 6 мая. Потому что 5 мая я приглашена на юбилей к человеку, К человеку, который курит. И вообще там, по-моему, все практически курят, кроме меня. Ну, короче, там будет, я не знаю, сколько там будет человек, Но большая часть из них курильщики. А у меня на табак аллергия. Потом привет утром конъюнктивит. Они меня очень хорошо так спасают. Помимо них, это, кстати, подарок на Новый год от подписчицы Кати. Помимо них, мне очень помогают ещё кайлашик вот так внизу намажут. За час как-то он меня спас от табактиньоктивита. Я лежала и каждые 15 минут смазывала век, потому что у меня глаза вообще не открывались. Универсальная такая штука. Есть отдельный ролик про него. Плейлист MyIndia, если интересно, гляньте. Зубная паста, крымские травы. Фирма, формула вашего здоровья, сакские грязи. Крымские травы, биоактивная зубная паста. На неё есть отзыв. Она такая от средней жидкости, но она не такая жидкая, как, допустим, зубная паста от Delgasil, которая у меня сейчас пока в запасиках. Но более жидкая, чем, допустим, какой-нибудь там лесной бальзам. Или какая-нибудь корейская зубная паста, или китайская, или японская. В общем, вот, азиатская, короче, без тора. Неплохая зубная паста. На неё тоже есть отзывы. Вот на это средство тоже есть отзывы. Вообще мой восторг. Это подарок от подписчицы Леночки. Франция-Беларусь. Bitex. Роскошный уход от шелушивающей, сахарный скраб для лица и губ. Я вообще забыла, что он ещё и для губ. Я вот тут просто что-то юзаю в основном для лица. Экономичный. Тут вот где-то, ну, как бы, чуть больше ещё половины осталось. Розовенький такой, обалденный пахнет. Обалденно унисексовым таким ароматом пахнет. Кстати, унисексовым ароматом у нас пахнет вот этот гелик. Вообще он пахнет ещё моим любимым ароматом Ариснуаром, который я уже давно сняли. Это подарок от подписчицы Леночки. Иван Сенсос. Романтический рассвет гель для душа. Крем гель для душа с ароматом розы и амбры. Он напоминает мне ещё по аромату Нежная любовь Парижа была. Был такой гель для душа тоже у Иван Сенсос. Очень классный. Он густой. Его на губку надо раз 5-6 попшикать, чтобы было пеной прилично. Но при этом он вот, ну, я, конечно, его где-то половину месяца юзала, но он экономичный при этом. У него обалденный аромат вообще. И он ещё на коже сохраняется при этом. Так, у меня тут этот, этому тоже есть отзыв на Арики. Я самая алоэ, смежающая алоэ гель для лица и тела. Интенсивное увлажнение. Я иногда его использую. Как для лица, иногда как для тела, иногда как для рук. Когда как. Хорошая штука. Тут было 200 мл, тут ещё что-то есть. Так, в прошлый раз забыла показать. Но оно ещё живо. Там ещё что-то есть. Оно дофига экономичное. Одна капелька и вуаля. Одна капелька на раз. Это торговая марка Гекон. Коллекция Амина с дирекатной гель для ежедневной интимной гигиены. У меня есть отзыв на Арики. На него очень хорошая штука. Экономичненький. Тут 200 мл, но надолго хватает. Так, у меня тут есть кремушек. Но его постигло несчастье, моя любимая кошечка. Решила с ним поиграть. О, она его ещё и разломала. Второй раз. Короче говоря, с ним случилось вообще очень сильное несчастье. Сначала она ему раздолбала крышечку. Я её заклеила скотчем. Потом она его раздолбала совсем. Это крем Амина с сэнскрин. Короче, солнцезащитный крем. Ну, комфорт для лица и тела с этим, с SPF 30. Блин. Мне иногда вот кажется, что моя кошка, это что-то, это вообще, это непонятно что. Вот как им теперь, блин, пользоваться? Он так удобно выдавливался. Терпётся как-то зацеплять его. Короче, крем хороший. Изначально было всё с ним в порядке. Если у вас есть животное типа кошки Алиски, то держите это подальше от кошки. Я так поняла, что мне некоторые средства надо убирать в шкаф. Убрал в шкаф за стол, утром или вечером поюдался и убрал обратно. Иначе вот такой трендец был. Вот у меня тут ополаскиватель, лесной бальзам, антиналётное действие, без спирта, имбирь и мать-тям. С морской солью, с минералами, точнее, морской соли. Антиналёт плюс защита от коррекции. Total Complic. Я, по-моему, шорс даже этой штуке посвящала. Там ещё сколько-то было их. Одна была в пустых баночках, одну я задарила родственникам. Просто потому что, ну, так подумала. Говорю, хотите? А чё это? Вот такая штука. Хотим. Ну, шло плюс мне аромат как-то не подошёл по вкусу. Нет, это не не бери, боже, что нам не гоже. Это я как бы заранее сказала. Хотите, нет? Вот эта штука. Тундач Майскин с Ахаабали, как там их кислотами, санокислотами для любого типа кожи. После него надо использовать как раз крем, который мне раздолбала кошка. Использую сейчас где-то раз в неделю. Ну, иногда где-то так, короче, даже раз в пять дней. Утром, либо вечером после умывалки. Его, потом уже после него тоник. Я даже ванну с пеной принимала в этом году, по-моему, раза два или три. В этом месяце-то точно один раз, по-моему, два раза даже плавала в ванной. Лежала в ванной. В ванной не поплавать. Маленький человек, типа ребенок, может поплавать. А взрослый человек, типа я, может просто полежать. Короче, это подарок от подписчицы Лелечки. Эй, ванна. Пена для ванн. Сладкие сны. Не знаю насчет сладких снов. У него такой несексовый аромат. Мой любимый. Прямо риснуар, риснуар. И риснуар головного мозга. Короче говоря, он такой бодрящий. Классный такой аромат. Пена мне очень нравится Эйвеновский. Вот в таких флакончиках. Вот буквально там два колбачка. Два, три, четыре. Можно и четыре. Ну, два колбачка достаточно, чтобы была приличная такая пена. Так, вот оно тут. Тут у меня сейчас сзади ничего нет. У меня осталось только слева. Слева по борту у меня Ботавика с масочкой. Я раза два или три пользовалась в этом месяце, в апреле. В мае тоже буду пользоваться. Успокаивающая крем-мастер. Почувствительная кожа базилика Лемонграсс. Ей тоже есть отдельный отзыв на Арики. Я сделаю на нее ссылочку. Я потом буду монтировать и отложу то, на что есть ссылочки. На это тоже будет потом отзыв, но пока его еще нет. Я только сегодня ее заюзла. Это сыворотка для лица глубокого увлажнения кожи роза. Слушайте, так обалденно эссенциальной розой пахнет. Это мастерская Олеси Мустаевой. Я пока не очень приноровилась к этой пипетке. Она густая такая довольно, сыворотка. У меня то набирается пипетка, то не набирается. Такс, это у нас шампунь Империя. 240 миллилитров. Она иная серия. Она иная. Это Олеся Мустаева. СФ, что-то там. Сочи фэшн. Неделя одежды в Сочи. Что-то в этом роде. Какая-то такая серия. Я на реке глянула. Там еще и подобное. Есть богема у меня. Я думала, что у меня все Империя, либо все богема. У меня оказалось, что богема только крем для тела. А Империя у меня вот шампунь и еще кондиционер. Короче, сегодня я мыла волосы только этим шампунем. Они как бы пышные были днем. Куда мы залезли, а? Уйди. Наглое животное. Ты уже сломала мне один крем. Камеру-то хоть не снесла. Короче, этот... Как бы они пышные, но не сильно пышные. Я вчера мыла голову им и бальзам. Ну, в паре вместе с кондиционером. Короче говоря, волосы очень долго сохраняют пышность. До вечера вообще. До глубокой ночи. Но утром они так себе. Я еще никуда не скинула фотки. Может, потом отдельно скину. В инсту или в терегу. Может, просто вставлю в монтаже, если не забуду. Фотки у меня, правда, на телефоне. Монтирую я сейчас на планшете. Кроме последнего СМР. И, короче говоря, как бы, допустим, до магазина дойти. Помойку выкинуть. Ничего. А вот видео писать уже не больше. Или в гости пойти. Я помыла сегодня волосы вот этим шампунем снова. Только одним им. И вот с бальзамом все-таки... Он вообще кондиционер. С кондиционером они более пышные. И до вечера сохраняют свою пышность. Но вот без бальзама. Они как бы... Ну, не... Ну, чистые. Но уже к вечеру они не пышные. Не сказать, что пышные. Но вот он действительно не спутывает волосы. Вообще идеально он. Я вот вытерла волосы полотенцем. И потом их расчесала. Мне не надо никакой спрей было использовать. Ничего. И аромат у него такой... Ну, с перчинкой. Почти прозрачный такой. Ну, сколько мне? Я вытащила сначала с ноготь. Ну, где-то с две трети ногти. А потом еще раз. В общем, короче... Довольно экономичный расход. Не сказать, что уж супер капля там какая-то нужна. Но, допустим, чуть побольше, чем... Его нужно чуть побольше, чем шампуня с перцем. От фирмы Два Доктора. Который у меня все еще, кстати, есть. Но пока не в использовании. Но, кстати, удобно тут такой дозатор. Он все-таки, можно сказать, что он довольно экономичный. Я думала, что тут темный такой флакон. Но флакон, на самом деле, ближе к прозрачному, наверное. Ну, как бы не совсем такой темный. Тут видно этот шампунь. Он темно-прозрачный. Но сначала мне показалось, что он прям вообще такой непрозрачный. Что он такой черный. Ну, хороший шампунчик. Мне пока нравится, по крайней мере. Я потом тоже на него отдых оставлю. Может быть, даже шорт запишу отдельный. Так, раз уж я про него тут говорю. То у меня тут еще 240 миллилитров кондиционер для волос. Вот им вчера я использовалась. Я использовалась и волосы мягкие, пышные. Хорошо расчесываются. И вот реально именно благодаря паре с ним объем остается. Я сегодня с кровати сползала очень долго. Где-то после двух. Но когда вставала, у меня еще как бы были волосы немножко такие пышные. Но все-таки вот в паре, если у вас тонкие и жирные волосы, то это все-таки на один раз. Так вот, чтобы утром помыл. До ночи они прям пышные, красивые в паре. Объемные, но на следующее утром все равно придется мыть. Вот так. Хотя я посмотрю, может быть, размоется он и буду мыть им раз в два дня. У меня тут пенка от Ботавика. Кстати, у нее тоже есть отзыв. Или ремонграсс и базилик. Она как бы заявлена, что смывает макияж и удаляет загрязнение. На самом деле она, ну, очень хреново смывает макияж. И можно просто порвать, как пенку для умывания. После нее надо использовать потом тоник. Она вся еще, все еще есть и будет использоваться в мае. Вот этот крем для тела. Богима 145 мл. Тоже она и на это. Тоже Олеся Мустаева. Обалденно пахнет такими сладкими лесными йогидами. Пока намазываешь на себя. Впитывается быстро. Кожа мягкая, но аромат уже потом на тебе не остается. Классная штучка. Ну и последнее. Я надеюсь, ничего не забыла в этот раз. У меня тоник Love Lysense. Он еще есть. Я думаю, что его на май хватит. Может быть даже... Ну, может быть, год в пустых баночках мая. Может быть, хватит даже на начало лета. Это гиалуроновый тоник для лица, увлажняющий для всех типа кожи на основе очищенной воды. Обычно я как пенка, либо скраб, потом его. А потом сыворотка. Либо пенка, либо... Ну, короче, умывалка какая-нибудь. Если пользуюсь, то вот этим. После этим тоником. И сыворотка. Если там уж как-то так надо, то еще кремик. Ну, как кремик, если вот после этого. Тот, который кошка у каковшего. Если вы чем-то пользовались подобным, либо хотите мне что-то посоветовать, можете поделиться со мной в комментариях. Я постараюсь вам ответить, либо просто поставлю сердечко. Ну, и если вы хотите поддержать канал, можете это сделать, где-то будет облачко. Я скажу вам спасибо. Ну, и короче, как бы это. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok